всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень вкусные пасхальные куличи рецепт очень простой доступный куличи получаются нежными и очень вкусными смотрите видео надеюсь оно будет полезным для вас для пасхального кулича нам понадобятся такие продукты 2 яйца 2 желтка 250 грамм сахара 40 грамм сырых дрожжей 100 грамм изюма 1 пачка ванилина 300 миллилитров теплого молока соль 900 грамм муки 80 грамм сливочного масла и 100 грамм маргарина сначала нам нужно приготовить опару для этого мы нагреваем молоко оно должно быть комнатной температуры к молоку добавляем сырые дрожжи у меня здесь 42 грамма в упаковочке открываем дрожжи сырые должны крошиться тогда они свежие и конечно же обратите внимание на дату изготовления чтобы пасха у вас получилось отлично и не испортила праздник добавляем две столовые ложки сахара ванилин в опару не добавляем размешиваем вы знаете этот рецепт пасхального кулича я бы сказала один из самых простых так как немного нужно яиц простой рецепт и вы знаете пасха всегда мягкая отличная и долго не черствеет но она просто даже не успевает зачерстветь так как все таки мы в гости ходим угощаем соседей пасхой поэтому не успевает она зачерстветь 4 столовые ложки муки добавили опара как обычно ничего там сверх естественного и оставляем теперь теплом месте опару на полчаса сверху можно накрыть полотенцем желательно накрыть полотенцем так смотрите вот как поднялась наша опара хорошо теперь в блендер мы яйца выливаем повторяю два желтка и два яйца и половину сахара с помощью блендера мы взобьем сильно взбивать не нужно просто чтобы яйца хорошо перемешали с сахаром а часть сахара отправляем в опару перемешиваем добавляем сюда ванилин пачка ванилина и конечно же обязательно соль перемешиваем и в сторонку пока отодвигаем и взбиваем блендер с блендером яйца с сахаром яйца с сахаром взбили постарайтесь купить на пасху домашние яйца чтобы желтки были желтыми тогда и пасху красивая получится в разрезе желтенькая добавляем яйца взбитые с сахаром в тесто теперь вот какая особенность масло мы добавляем мягкое я с вечера его достала она вот смотрите мягкое мягкое а маргарин мы слегка растапливаем в микроволновке добавляем теперь еще маргарин растопленный струйка вливаем теперь будем замешивать тесто берем кружку сито и накладываем муку сюда все раз просеиваем для пасхи очень важно просеивать муку так тесто лучше будет подходить у нас этот рецепт пасхи не займет у вас много времени есть такие рецепты и два дня нужно готовить и опара по 6 часов стоит это один из простых рецептов но пасха получается достойная на вкус мягкая в общем посмотрите сами на результат смотрите какое у нас тесто но это еще жидкое оно липкое ложкой перемешиваем и снова накладываем муку в чашку тесто буду замешивать прямо в этой миске оно должно быть мягкое оно должно быть мягким липнет к рукам еще немного чувствую что еще немного нужно продолжаем вымешивать думаю этой муки будет достаточно главное вот оно уже такое у нас мягкое но слегка уже упрокое смотрите у меня было отмерено 900 грамм муки осталось примерно где-то может грамм 200 вот именно эта мука мне будет нужна для подмешивания теста и еще важная особенность если вы заметили изюм я буду добавлять в конце уже сейчас тесто у нас должно просто хорошо подойти теперь руки я смазала растительным маслом так удобнее просто чтобы не прилипало такое мягкое слегка липкое тесто у меня получилось теперь смотрите что дальше делаем так теперь сверху посыпаем мукой тесто слегка накрываем пищевой пленкой сверху так накрыли не надо придавливать сильно просто накрыть и сверху полотенце и теперь ставим в теплое место на 2-3 часа если за это время у вас тесто поднимется вы его снова вмешаете и снова дадите ему подняться но только главное правило долго стоять пасха тоже не должна иначе дрожжи могут переиграть и потом у вас пасха не поднимется в формах смотрите прошел час и как поднялось наше тесто еле у меня не убежало я пока туда-сюда бегала по делам теперь руки смазала растительным маслом и нужно еще вот его вдавить теперь на этом этапе мы к нашему тесту будем добавлять изюм изюм как всегда предварительно нужно замочить и высушить теперь берем немного муки добавляем перетираем теперь вмешиваем изюм смотрите тесто уже не липнет к рукам вот идеальное тесто я уже вот вижу запомните тесто на пасху не должно быть тугим оно должно быть немного мягче мы делаем булочки тесто снова накрываем пищевой пленкой полотенцем и ставим в теплое место чтобы еще раз оно подошло так смотрите какое красивое у нас тесто нежное воздушное сейчас будем закладывать наше тесто в формы я буду использовать такие формы с пергаментом а также обычные железные формы приступаем значит что мы делаем я слегка руки смазала растительным рафинированным маслом немножко стол посыпали мукой совсем немножко берем часть теста я думаю все вы знаете что заполнять формы тестом нужно на одну треть формы немного подмесим смотрите тесто должно быть таким рыхлым не забитым иначе у вас оно будет тяжело подходить в форме если посчитать общее время сколько у меня стояло тесто это два подхода получается у меня было это три часа подходило у меня тесто направим аккуратненько наше тесто на одну треть заполнено в бумажной форме также и вторую берем еще немножко тесто прекрасное не хочу сильно хвалить его но все таки вижу что должно быть все нормально рецепт у меня простой я бы сказала экономный поэтому готовить по этому рецепту одно удовольствие и эту форму заполнила свои паски я разложила в девять форм пять бумажных и четыре моих обычных домашних сконсервированного горошка это со сгущенки а это сконсервированных фруктов теперь накрываем наше тесто и ждем когда они увеличатся смотрите как пасхи наши подошли теперь отправляем их в разогретую духовку на 180 градусов смотрите какие красивые кулачи полчаса пасхи выпекались при температуре 180 градусов теперь я снижаю температуру до 160 и еще буду выпекать пасхальные кулачи выпекались 45 минут смотрите какие они мягкие просто такие легкие воздушные положили их на бок и дадим им остыть тем временем мы приготовим сахарную глазурь для нее нам понадобится 2 белка и 100 грамм сахара белки с сахарами буду взбивать на кухонной машине так с этой порции у меня получилось 9 пасок полноценных есть и большие и маленькие теперь смотрите я сделала глазурь белковую на 2 белка которые у меня остались я добавила 100 грамм сахара сначала хорошо взбила белки потом добавила сахар не добавляла ни лимонного сока ничего эту глазурь именно на пасхе мы готовили дома всегда вот мне она больше всего нравится поэтому всегда делаю по этому рецепту глазурь вы можете сделать на свое усмотрение какую вы больше любите вы заметили что рецепт очень простой не требует много времени не требует много яиц вот такие красивые пасхальные куличи у меня получились поверьте не менее вкусные очень простой и доступный рецепт пасхальных куличей пробуйте радуйте своих близких и родных вкусной выпечкой куличи в разрезе нежные как пух очень воздушное тесто сладкие приготовьте по этому рецепту вы не пожалеете подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была Ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока до новых встреч пока